Как в Excel разбить ячейку или как ее разделить? Как в Excel 2007 разделить ячейку на 2, 3 и более ячеек? Обычно для примера используют разбивку ячеек с фамилией и имя отчеством, чтобы данные были раздельны. Мне по работе пришлось разделять время в ячейках таблицы Excel, например, 0 часов 0 минут-15 часов 00 минут, а между значениями разделитель точка с запятой, 0 часов 15 часов, точка с запятой 16 часов, 17 часов и так далее. Эти данные в таблице по дням. В ячейках разное количество значений между разделителями. Необходимо было разделить время по каждому дню, в столбик под датой, проставить время, разделить время на начало и конец, посчитать разницу и все это сложить вместе. Этап 1. Разделить время в ячейках. Выделяем диапазон ячеек, на ленте нажимаем данные, текст по столбцам, появляется мастер текстов. Ничего не меняем, если у вас переключатель стоит в положении с разделителем, жмем далее. Снимаем галочку, знак табуляции, ставим галку другой и в это окошко, заносим точку с запятой. Жмем либо далее, хотя там особо смотреть не на что, вернее нажать готово. Будет задан вопрос, заменить содержимое ячеек? Ответ да. Мы смогли разбить ячейку на столько значений, сколько их было между точкой с запятой. Добавим пустые строки под ячейкой с датой в количестве ячеек правее столбца С. Две ячейки, две строки. Выделяем ячейки, копируем и под первой ячейкой жмем правой кнопкой специальная вставка транспортировать. Данные перенесутся из строки в столбец. Проделаем все то же самое для остальных ячеек. Получилось разбить ячейку, оформив по дням в столбик. Этап 2. Как в Excel разделить ячейку на время начала и конца? Получим разницу во времени, снова прибегнув к мастеру текста. Как в Excel разделить ячейку на время начала и конца? Здесь разделителем является знак минус. Вынесем столбец за нашу таблицу, скопировав и вставив ячейки рядом. Работаем с мастером. Данные. Текст по столбцам. Шаг 1. Ничего не меняем. На втором шаге в ячейке другой ставим минус. Нажимаем готово. Этап 3. Ставим формулу. Время конца минус время начала. Формат ячеек. Все форматы в квадратных скобочках. Че, двоеточие, ММ. Минуты. Протянем формулу вниз до конца. Мы получим время в часах. В соседней ячейке напишем равно K4 умножить на 60. Enter. Получаем время в минутах. Правда с секундами. Не нашел способа лучше, чем скопировать столбец, вставить его в блокнот, нажать Ctrl H, найти и заменить. В найти написал двоеточие два нуля, а заменить оставил пустым. Нажал заменить все. Текст без двоеточия два нуля скопировал из блокнота и ставил в таблицу. С количеством часов поступил проще. Скопировал в блокнот и ставил в таблицу. Одна проблема. 24 часа стоят как 24 двоеточие два нуля, двоеточие два нуля. Не проблема. Раз мы знаем, как в Excel разделить ячейку, то тут можно и копипаст применить, но с хитростью. В ячейке перед 24 двоеточие два нуля поставить апостроф одиночную кавычку и вставить всюду. Складывать автосуммой можно только минуты. Сумму часов получим. Разделив сумму минут на 60, количество дней разделим полученное число часов на 24. В моем примере нечто из 31 дня проработало 28 дней. Из 744 часов 673 часа. Из 44 тысяч 640 минут 40 тысяч 411 минут. Не важно, что это. Главное, что на этом примере вы узнали, как разбить ячейку, как разделить, как можно нестандартно использовать блокнот и менять формат ячеек, добавляя к ним апостроф.